Что вы говорите? По Мари Хандору? Да. Это у меня одна из настольных книг. Как я представлю, кто меня не знает, я просьбой Александра, организатор пространства и помогаю людям навести порядок в доме и через это навести порядок в жизни. Мои клиенты делятся своими результатами, о том, что у них появляется вдохновение и вообще открывается второе дыхание и новая жизнь. Это говорит о том, что порядок и все, что нас окружает, очень сильно влияет на нашу жизнь. Вообще, все понимают, что такое организация пространства? Организация пространства – это процесс, который включает в себя минимизацию количества вещей и продумывание системы хранения, которая будет удобна и которая будет требовать минимальные усилия для поддержания порядка в нашем доме. Расскажу этапы расслабления, не расслабления, а организация пространства. Первый этап – это расслабление. То есть мы убираем все лишнее в своем доме или в каком-то месте, где мы проводим организацию. И лишний, хлам – это не только какие-то там потропанные вещи, которые все уже там изжили свое. Это на самом деле абсолютно все, что нам не нужно в жизни, что мы не используем. Как определить, что вам не нужно? Это на самом деле не так сложно. Если мы будем идти по методу Марикандо, то самый важный фактор индикатора, нужно или не нужно, это собственное ощущение радости. Если мы испытываем радость от этой вещи, мы оставляем. Если нет, то нет. Я еще поддерживаю стопу, то есть я про радость, я согласна, но еще плюсом мы смотрим на то, нужно нам это или нет. Используемся мы этим хотя бы раз в полгода. Ну, допустим, есть какие-то вещи, или раз в год, допустим, как новогодние игрушки. Мы же не можем их использовать. Для того, чтобы еще с точки зрения экологии, чтобы не загрязнять художью среду и каждый год не менять свои игрушки, то есть мы их оставляем. Так же вот недавно была Пасха, тоже пасхальные какие-то. Многие знают, делают серверовку пасхальную, но, конечно, ты не будешь каждый год это менять, выбрасывать и покупать снова. То есть это мы храним. И я всегда говорю людям, когда вот это или с кем-то работаю, что вот, допустим, у вас есть два блендера, и мне человек говорит, ну, не могу это выкинуть. То есть я не могу это выкинуть. Ну, а смысл? Ты хранишь как бы две знаковых вещь и все, и это не приносит ни тебе пользы, никому, ни вещь. Потому что вещь как бы лежит, и она же как вещь создается для того, чтобы принести какую-то пользу. Но она этого не делает. И самое интересное, что иногда вещь, она может, ну, приемлеме, как это сказать, свою функцию выполнить хотя бы тем, что человек поймет, что это не нужно ему. В принципе, это не нужно. Выпадет, что не нужно? Ну, или... Ну, бывает, да. Да, что не подходит. Да, допустим, если мы говорим про одежду, допустим, вот мы купили какую-то поводу на радость, на эмоции. Приходим, понимаем, что это нам не идет. То есть вещь, свою функцию выполнена. Ну, некоторые вешают ее в кафе, она там полится годами. Да. Вот. Но на самом деле, то есть вещь свою функцию уже выполнила. Она порадовала. Она порадовала. И дала понять, что нам какой-то там фасон или цвет. То есть все, мы ее там отдаем в переработку, отдаем на благотворительность. И это тоже как бы служит. Она кому-то и не просто отнесет. Вот это про расположение. Следующий этап в организации предстоянства, это выбор места, где удобно хранить вещи. Вот. То есть кто, если собирает, сортирует отходы. Часто сталкиваюсь с таким моментом, что люди там... У меня весь балкон завалит. В дырки захожу, у меня в дырки валятся. И вот в этом вот... То есть следующий этап, это вот выбрать удобное место для хранения. У меня есть. И следующий потом этап уже организовать хранение. То есть какие-то выбрать. Тары, подеты, контейнеры, и так далее. И в чем же... Это вот суть влияния организации пространства на экологичный образ жизни. То есть в том, что мы организуем раздельный сбор, хранение этих отходов таким образом, что нам становится удобно это делать. То есть мы это внедряем в свою жизнь, в привычку. Просто у нас что-то на автомате. А когда это неудобно сделано, просто знаю многих людей, так как в нашем городе все это хранит, мы так раздельно не можем ежедневно сдавать рожденный сбор в любое время дня. В любое время дня. То есть в нет тренеров. Это приходится все хранить. И у нас, получается, мы вообще живем за городом. И у нас как бы распространено такое, что раз в десять мы вывозим на экоакции, на эко-сегор. Причем иногда даже соседи собирают, то есть друг с друг, кто поедет, тот отвезет. И это как бы вот организация пространства, как-то хранить это все, оно влияет на то, что сдаст этот человек или не сдаст. Потому что многие просто берут и выбрасывают. Не могут, не выдерживают. Просто не выдерживают. И у меня есть даже знакомые, кто-то делает. То есть они как, я жду-жду, я пропустила акцию, я не сходил, я не успел, все, я все выкидываю. Ну просто я не могу этого сделать. И когда у нас организовано это все, это намного приятнее. И допустим, если смотреть на межличностные отношения в семье, если человек живет не один, то в основном уже я, они как бы вообще протестуют против этого, что тут там все завалено. И вот такой способ, как организовать это хранение, он помогает нам и вести это, и приучить детей. У меня, допустим, дети, у меня двое, мне чуть-чуть старше 5 лет, дочка, они сортируют, как бы уже на автомате. И у нас все организовано, под каждой есть корзина. И, ну, понятное дело, что иногда там что-то перепутается, что-то лишнее выпадет, что-то не в тот комбейник выпадет. Вот, на самом деле, то есть это средство прививает вот этот вот экологичную проживу. То есть я не скажу, что мы там вообще, ну, там, мы прям такие ярые-ярые, как-то там защитники природы, но я понимаю, что когда мои дети вырастут, они должны жить на более-менее, так скажем, чистой планете, и все равно вот это вот как это, нетъемлемая часть уже жизни, и если еще посмотреть с более глубокой, с более глубокой такой точки на организацию пространства, как она еще влияет на экологичный образ жизни, вот мы тогда берем вот свои вещи, как у меня проходит этот процесс расслабления с клиентом, мы вот все выносим. То есть мы берем, мы все там вещи, определенные категории, мы все выносим. Человек смотрит, ну, типа, вообще капец, то есть у меня очень много вещей. И мы, значит, оставляем все только нужное, и человек понимает, что как бы было вот столько, осталось вот столько. И когда вот все потом раскладываем по местам, да, у каждой вещи есть свое место, он видит, что не так уж и много нужно в этой жизни, да, ему для жизни, для того, чтобы там ежедневно поддерживать на том уровне, на котором он живет жизнь, то есть это на самом деле очень-очень мало нужных вещей по сравнению с тем, сколько обычно, сколько обычно в начале пути мы выгребаем. Вот. И из этого тоже складывается такой момент, что мы приходим к осознанному потреблению. То есть не только за вот этим, за раздельным сбором, да, у нас идет вот этой защиты экологии, защиты планеты, но и еще за осознанным потреблением. И вот когда мы организуем пространство, мы точно знаем, сколько где, чего у нас лежит. И, допустим, да, есть такие моменты, когда люди просто запасают там какие-то там мыло, туалетную бумагу, эти крупы просто тоннами, а потом это все портит. Если брать там еду, да, там крупы, они все равно не там заводятся какие-то существа, которые портят. Это все выбрасывается. И когда у нас вот все организовано, у нас есть вот полка, под это, мы понимаем, что мы больше не втухнем, мы на самом деле относимся к этому более осознанно и плюс у нас всегда на виду, то есть мы понимаем, что нам не нужно запасать кучу, потому что мы знаем, что вот это вот это, когда это кончается, мы как бы адекватно, в адекватных количествах это все как бы докупаем и используем. Вот. Это что касается именно связи с экологией, да, так скажем, защитой окружающей природы. Но есть еще такой момент, когда люди занимаются, да, вот защитой окружающей среды, в ущерб себе, своему комфорту, там, вот, допустим, да, вот эти вот горы отходов на переработку дома, международно, что вообще неудобно, некомфортно, все там уже. Либо обделяют себя чем, да, допустим, вот я, мой случай, я мыла, то есть сменила губки, вот эти все железные, обычные, порогоновые, на щетки, кокосовые, там на палки, разные там, разного этого, и просто деревяшки, из-за бечетки. На самом деле, это, вот сколько, я, наверное, полгода этим пользовалась, но это неудобно, потому что не так хорошо отмывает, и очень много сил, вот, то есть, и многие, знаю, пользуются, вот, из-за жгута, правильно называется, жгут, бечевка, вот, такие вяжут себе губочки, да, она такая, кому-то даже назвалась, потому что, такое, как-то мочевка, нет, но это мочалка, да, мочалка, она, вот, то есть, губка для, на самом деле, тоже не совсем удобно, и, ну, есть, сейчас у нас идет вперед, именно это движение за природу, и производство уже делает такие губки, которые, как бы, тоже, они удобные, они хорошо отмывают, но, как бы, и не загрязняют окружающие среды, то есть, у нас очень уже развивается, да, вот этот момент, и мы, когда продумываем все свои процессы в организации дома, в том, как мы взаимовешиваем вот именно с этим процессом экологии, мы вот стараемся все-таки не очень для себя, то есть, создавать для себя комфортные условия, и вот организация пространства, она именно про это, то есть, про создание комфорта вокруг себя, и в процессах, в процессах раздельного сбора, в процессах экологичного образа жизни, вот, что я еще хотела сказать, я написала, на самом деле, два, в общем-то, у меня, наверное, все, чтобы мы не задерживали процессы, я готова ответить на вопросы, у меня, наверное, есть вопросы, есть такая вещь, как коллекционирование, вот, как, ну, вот, у вас что-то есть на этот все-таки, да, да, понятное дело, что это как хобби, и это человеку приносит радость, это круто, когда у человека, вот, образ жизни, связан с коллекционированием, и, конечно, есть, отклонение, да, когда человек тащит все подряд, типа, через логом коллекционирования, и есть адекватные, проявления этого момента, и мы организовываем просто, у кого-то это шкаф, да, там, под коллекцию, у кого-то это какие-то коробки, контейнеры, если это монеты, то это специальные, не развалины, там, это специальные, организовали под монеты, я ответила, может быть, не, ну, просто так бывает, допустим, если человек хочет, там, заняться чем-то, вот, каким-то увлечением, да, ну, не знаю, там, инструмент, например, себе купить, да, или что-нибудь, там, вязание, ну, что-то такое, допустим, себе покупают, вот, как вот отследить, вот тот момент, когда ты уже не хочешь, как бы, этим заниматься, и вот, как будто, когда вот этот момент, что оно превращается уже в то, что тебя обременяет, это только через внутреннее ощущение, как бы, если не да, то нет, я всегда, то есть, где человек стоит, вот, там, взял платье, и такой, типа, ну, я не знаю, если не знаю, значит, нет, когда мы берем свою любимую вещь, там, да, какие-то предметы обихода, то есть, мы сразу чувствуем подпель, что да, да, это классно, а когда есть сомнения, но это уже не стоит того, чтобы занимать место в жизни, те, когда, объясняю человеку, что мы расхламляемся не просто так, это не просто мы выкинем сейчас все у тебя, а это на самом деле намного глубже процесс, что-то вообще меняет деятельность, это вообще по-другому начинает, он общаться со своими близкими, с собой, потому что он понимает, что, у нас, самая большая проблема человека в том, что ему труднее всего расстаться с вещами, имеющие для него ценность духовную память, да, кто-то подарил, близкий, но на самом деле, если это занимает место, и не приносит вам радости, вот, если вы валяете у вас где-то там в кладовке, если не стоит на видном месте, не приносит вам удовольствие, как зеппи, что смысла нет в этом, то есть, вещь, которую подарил мне клиент, по-моему, было кольцо от отца, поскольку последний, она, то есть, ну, говорит, я не ношу его, и не хочу, я сдала, но не могу, я говорю, ну, смотри, эта вещь тебе уже принесла счастье, радость, момент, отец ее подарил, она свою, свою миссию выполнила, и на самом деле, если спросить у своих близких, да, что вот, я бы это выкину, как он это смотришь, он скажет, ну, как бы все равно, это твоя вещь, ну, вот, в какой момент, и тут нет ничего такого, чтобы с этим расставаться, и освобождать место своей жизни для другого, то есть, это у нас, если мы рассмотрим со стороны психологии, то это нас тянет, и занимает наши мысли, от того, что мы могли бы делиться дальше. Это какой-то психологический есть момент, а вот, как бы, придаешь память, ну, условно говоря, вот, 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 у человека, на самом деле, бывают такие, как бы, материальные вещи, и думаешь, если ты, и тебе вот оно, ты можешь без этого прожить, человек что-то в это вложил, тебе подаривший, то есть, оно там и заканчивается? Ну, вы же из себя это не выкидываете, да? Ну, так, да, чтобы всегда у вас теплые отношения, внутри, к этому человеку, то есть, вещь, она изменяет функцию того, чтобы эмоцию дать, ну, любом, ну, то есть, надо как-то работать с собой, чтобы потом не угрызаться, да, совестью, что ты там... это чувство вины, это чувство вины, это глубже, чем расслабление, это... но я и думаю, что расслабление организации, это намного больше, чем просто вот физическое, да, то есть, настолько, у меня же хурашки идут, настолько глубокие процессы открываются у людей, что прям очень круто. А как нашим мамам, бабушкам это объяснить, которые вот у них вот лежат вещи, вот, ну, там просто ответы, да, они так ходят. У меня у многих так, как я раньше пыталась, ну, пыталась, сейчас, пойдем с вами. Я пыталась раньше, когда вот в начале своей карьеры, админизатора, я пыталась это нести, потому что понимаю, что это выбор его, этого человека, и все. Чему так удобно, ему так нравится, и к организации пространства, избавления от вещей, самовольному избавлению от вещей, нужно прийти, и это непросто. Вот, конечно. Мы, наверное, жили в эпоху вот этого, вот этого же, тотального дефицита, когда все запасалось, и лежало, и сейчас, и вот там уже не касалось, и все. Главное, чтобы мы, не нас не засосало. Это уже как бы вот наш выбор, когда, просто я знаю, и молодых людей, которые, нет того времени, они тоже это делают. А мы потому что за ними все потранслируем, они нам... Абсолютно. Мы по-другому не умеем, потому что мы не умеем, и нас не научили. И я располнялась, я первый раз тогда в своей жизни, вот, то есть я пришла, это было до рождения дочки, еще беременность, 5 секунд, 5 секунд, у меняд надо... Мне было сложно. У нас все сложно. Нет, это лучше делать сразу, делать за несколько раз. По одной штучке выкидывать каждый день, это не вариант. Ну, да, можно сойти с ума. Есть такие рекомендации, каждый день выкидывать, там, одну вещь, или каждую неделю, там, пять вещей. Что, работает? Нет, у кого-то может быть работа. Не работает именно глобально, то есть, ну, конечно, у вас выйти в свой дом. Если это не поможет с расстановкой иногда. Вот, кстати, бывает такое, когда люди, когда во время расслабления понимали, что им нужно совершенно другое пространство. Бывало ли такое? Да, бывало. И, на самом деле, если порой перестановка, то это постоянно. То есть, реально, мы расслабляемся. У меня на кухне был такой момент, с девушкой организовывали кухень, она такая отстаёт. Мы вынесли 8 мешков из кухни. Банки, наверное. Причём, в банке 5 лет стоим заготовки. Бабушка дала. Не могу раздаться. Растали. У него же на работу надо уносить. Это вообще работает. Мы всё разложили, она понимает, что у неё просто стеллаж пустой. Она такая, ну, как бы, нахер. Сразу тут сфоткали, замерили, выложили. Через три часа его просто вынесли. Там, не знаю, по полторы тысячи рублей. И она мне через неделю такая скажет, что я обои тут переклеила. У меня там всё вообще по-другому. И ещё, если про перестановку, то есть люди настолько не живут в своём доме, что не могут себе какое-то место выделить, когда очень много вещей. И вот мы расслабились и всё разобрали. Я говорю, где твое рабочее место для девушки? Она работает из дома. Он говорит, ну вот за столом. А я говорю, где все вещи? Вот на холодильнике. То есть я говорю, раз, ну лазаю и достаю. Я говорю, да, окей. Я говорю, вы хотели рабочее место? Я говорю, ну окна. Обошли все комнаты, нашли место. То есть там даже вообще, там три комнаты огромные. Место было, то есть можно было выделить. Тут же раз поставили, ну так там всё класс. Через два дня она мне скидывает уже с ватберю с него пол стола. Она всё поставила и всё вот это круто. Про то, что менять именно место жительства. У меня не было таких случаев ещё. Вот. Но когда люди начинали об этом задумываться, но это больше про коммуналты, когда люди живут с кем-то. Или, допустим, когда я делаю девушке молодой, и она, допустим, у неё комната в родительском доме, и она с родителями живёт, она вот прям задумывается, что я не могу больше здесь. А вот скажите, это вообще возможно сделать самостоятельно или без помощника не выйти? Возможно, только, ну, долго. Потому что нужно много информации изучить, много пройти опытным путём. То есть понять, что тебе приходит, что тебе не подходит, как лучше сделать, какие есть способы. И самое интересное, что вот расслабление не всегда рекомендуют делать с организатором. Хотя многих ничего, я там сама выкинусь. Да. Понимаешь, что нет. Да. То есть... Выкинуть-то, может, ты сможешь, и распределить не всегда. Даже если носки там сворачивают по определённой технологии. Да. Ну, а почему это не плохо? Ну, и выкинуть... У меня дети сворачивают носки по определённой технологии. Вот. А именно про то, что расслабиться... Мы выкинем. Нет, просто что. Мы не выкинем что-то, что не можем выкинуть. И когда человек из вне тебе начинает докручивать... Такая, что он не вранит твоей души. Да. Докручивать. А ещё есть такое, что когда живут с родителями, это так бабушка или мама появляется, такая... Ты чё тут делаете? Это что, всё выкинуть? Ну-ка, типа, давайте я заберу себе. Ну, и как бы там... Ну, то есть... И человек, который профессионал, организатор профессионалов, он помогает выстроить границы, что когда нет. Мы от этого избавляемся. Это... В моей жизни было некогда, чтобы это переехало в двух комнат, просто, условно. Вот. И на самом деле, когда даже, когда случаи... Когда отдавали сёстрам вещи, да, и многие сёстры не могут отказаться. Ну, что вот в силу, да? То есть чувство вины и ещё такого. А потом оказывается, что человек даже ни разу не называл эту вещь. Он просто лежит. То есть мы, получается, освобождаем своё пространство, захламляем чужое. И вот круто, когда есть в примарке, да, что мы можем сюда принести человек, которому действительно нужно возьмёт. А не просто, что мы там кому-то отдадим, типа, забери. На самом деле... Ну, просто, по-моему, реально жалко. Потому что есть такие вещи... Есть варианты. Куда можно отнести одежду, и она будет нужна людям. Это и здесь, в этом доме, и веконда, и в епархию принимают, и с малообеспеченным семьям. А, да. А, с этой эпохой. Да. Вот. Из очень новых вариантов. И на самом деле вещь всегда найдёт своё применение. Ещё мне нравится, так я не помню, у кого я слышала, что, как бы, ну, типа, я не могу вынести какую-то помощь. Ну, я же в экологии. И, типа, ну, а как? А что ты думаешь? Вам же не люди? Потому что вам же не люди. То есть они найдут тоже себе, тем более, хорошие вещи, когда у нас, особенно в городе, ну, как бы, частенько одеваются люди без определённого места жертвы, там, на конкретную площадку. Ну, это да. Ну, просто... И у нас деревни приходят, как бы, я даже не знаю, откуда они приходят. У нас там идти пешком из города нереально. То есть они где-то, вот, поблизости приходят специально на конкретную площадку, там, ещё что-то есть. Ну, очень часто у нас строят, что уже мусорка не толку, потому что люди, когда переезжают, там бывает можно... Ну, нет, если верхняя одежда, да, а если какие-то, вот, там, не знаю, нарядные какие-то выходные, ну, их же точно не бомжи возьмут, но нововойку нет. На крайний случай есть Авито, на 100 рублей заберут сурками. Ну, я беру только сюда, я сегодня первый раз проехать вообще здесь, поэтому я не знала. И сюда, и беконки, то есть я сюда делаю мешки. И одеться. Мешки. Бекон. Прикол в том, что я в последний раз прикладила свой мешок. А мне, по-другому, детям не сезонные. Я думаю, так и так же. Ну, уже всё. Ну, уже всё. Значит, так надо было. Значит, да. Значит, так было надо. И, ну, там, действительно, уже не совсем-то прям хорошая обувь. Вот. Ну, в общем, тоже для меня такой урок был. И про то, что не надо оставлять не очень хорошее. И про то, что вот это не привязываться к вещам. А как избавиться, знаете, в этот момент материальное. В плане, я сейчас скажу, вот эта гора, ты же думаешь, ты же... Я реально, бывает, ещё помню, за сколько я покупала там вот это. И что там... Оно... И я думаю, так вот, если так в регион, думаю, это вот через столько денег. Ну, примерно машина, да? Ну, если даже меньше, то думаю... И я понимаю, что, ну, это же не материальный эквивалент. Это же обратно тебе на деньги никто не поменяет. Ну, если это куда-то выставлять, это тоже всё будет... Ну, короче, это всё не вариант. А вот это почему-то, вот, я не знаю, там, меркантилизм может... Может, что-то как-то страшно, потому что думаешь, это же... Мне даже ребёнок, когда я у неё начну там выгребать... Мама, ты что, ты же деньги за это платила, теперь ты хочешь это выкинуть? Я говорю, нет, ну, я вот как бы в епархию ношу там всякое, ну, много канцелярии там лишней. Я говорю, пускай это детям другим послужит. То есть, вот, как избавиться от того, что это стоит денег, и тебе надо ещё заработать кучу, чтобы вот эту кучу купить по-новому. То есть, как бы, Авито вариант нормальный, особенно, если это что-то прям хорошее. Нормально. То есть, вернуть себе, да, эту часть. А мы уже говорили про то, что вещь уже послужила вам. То есть, с головой. Работать с головой? Ну, опять же, это надо, может быть, думать о том, что... Может, если, зачем покупать второй раз, ещё то же самое, как бы. Ну, иногда вот ведь не подходит. Иногда кто-то вырос в объёмах. То есть, и у меня бывший муж, у него вот такие мешки одежды стоят. Он может, то есть, это раза в два повырос, повырос, жизнь до сих пор бежит. То есть, это на самом деле очень сложно. Вот, вот, я про это и говорила. То есть, ну, это хорошо, когда ты работаешь с организатором консерации, потому что ты ему денег какие-то разы купил. Нормально. И тебе, как бы, уже нет вариантов, не надо делать. То есть, ты делаешь уже это, потому что, как бы, и... Мы смотрим на то, когда человек не готов вообще. Я говорю, давай, вот ты... Вы определяете, да, вы видите? Нет, там сразу видно. Да? И скажите, как это определить. То есть, мы собираем и говорим, давай, мы тогда вот это, включём тебе слоги застаться, мы с тобой выбираем коробку, кладём на верхнюю полку. Если ты в течение полугода не пользуешься ни одной вещью, ты это всё отдаёшь? Нет. Нет, ну всё нормально. Вот. Поэтому, то есть, такой вариант можно использовать. То есть, это за полгода ты не пользуешься? Нет. Значит, я тебе не могу вообще. Нет. Просто, на самом деле, у меня не так давно был переезд, и мы переехали в домную квартиру, я квартиру видела вообще в цементе. Ну, то есть, вообще, и я вот сейчас, когда на это смотрю и думаю, если б я не видела, я бы не поверила, что мы как муравьи. Мы дотащили туда всего. Ну, если не брать мебель и всё то, что оно нам действительно нужно, а вот я так смотрю и думаю, ну и правда, вот я думаю, если разобрать, то ни один стеллаж освободится и не знаю, что-то, видимо, какого-то толчка, пинка какого-то не хватает или я думаю, как мы обрастаем. И у меня ещё какое-то внутреннее ощущение, что люди, которые за вещизмом вот этим как-то страдают, мне кажется, что они часто болеют, потому что вот это... Кстати, лишний вес, это прям реально лишний вес набирается. Да. Люди худеют часто после распламления. Вообще, вам нужно понять, для чего вам это нужно? Для чего вам нужно избавиться от этого? Для чего? Что вы хотите от того, чтобы вы избавились от этого? А что, есть какие-то варианты от этого? Конечно. Для чего вам надо избавиться от этого? То есть, многие же люди как бы комфортно себя ощущают. Проверь? Да. У меня много. Примерно. Кажется, бывает, заходишь 33 метра однокомнатной квартиры, и там, я говорю, мне кажется, жить негде человеку, потому что живут вещи, они тебя выживают, а вот взять и выкинуть, это, конечно, возрастных уже. Ну, я про возрастных. Нет, 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 нет. Это на недолго возрастных. И я всегда говорю, что мы пространство для кого? Для тебя или для вещей? Ты живешь жизнью своей или ты живешь ради вещей и зависимости от них? Да. Это вопрос. И про переезд. Мы переезжали, значит, два года назад, чуть больше, с одной пти. Ну, там, как бы в дом, но пока строился везде. А там были или в Пополе. Ну, то есть, все равно увеличение пространства было? То есть, увеличение места для хранения? Нет. Ну, я выкинула все. У меня сковородки все просто. Я все, что нехорошее, все убеду. Потому что, получалось так, что мы съезжаем, и где-то там несколько месяцев нам нужно было где-то жить. То есть, у меня была наша жизнь упакована просто в несколько коробок, а у меня твой майнер. Майнер, да, да? Твой майнер, да. Твой майнер. Твой майнер, да. Он не спит днем, видимо, его обаюкал. Твой майнер. Твой майнер, да? Майнер, да. То есть, когда, вот, при переезде, я рекомендую, для которых максимально избавиться не вести с собой в новую жизнь, потому что, это опять засосет и опять… То есть, вот, эти вот, полки захламленные, они же всегда притягивают к себе еще больше. Мы кладём, кладём, кладём туда, и мы даже не знаем, что там. И вот у меня так, как маленькие дети, они в процессе получения. Мы с этим не рождаемся вообще никак. И вот они, в зависимости от возраста, по немножечко приучаются. И тоже у них бывает такое, что прям они затылкают во что-то, то есть ты ложитесь похожие вот на эти, такие открытые. И это не затылает всего, всего подряд. И потому что берут всё падрик и говорю, ну как, Карвара, удобно тебе? Вот я только навела порядок. Складывать этот падрик, что мы не захламляем, то есть как можно меньше, реально. Просто минимизировать вещи в первую очередь. И потом уже, ну что-то, да, что оставляем, то что нравится, тем, чем пользуемся. Мы уже видим, то есть, что нам необходимо, это реально. Вот мы всё прикинули, не нужны. И потом у нас пошли жизненные процессы, да. Мы готовы, мы смотрим, что нам не хватает. Каких-то там полосников или что-то там, ножек. То есть мы это сразу видим. А когда у нас очень много решений, когда это подумать не может, что у нас чего-то там, нам что-то неудобное, что-то нам не хватает. Вот. Поэтому я при приезде всегда рекомендую очень, очень минимизировать. Калуэта. 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 Работает на... Калуэта. На... Калуэта. На новый уровень жизни. Да. Ты меняешься реально очень хорошо. Ты меняешь и жильё, и как бы, и вещи тоже. Получается, калуэта. Ну, в общем, если говорить про детей, у меня вот очень большой пузырь, конечно, начать у ребёнка все выкидывать. Но они же тоже очень привязчивы. Ну, как мы. То есть, я думаю, надо всё равно... С себя. У себя начинать, а потом уже перехать. Ага. Я сейчас отыскала в мастер-класс, у меня очень просят по детям, прям оффлайн в городе, на многие прям, тут много спросов. У нас тут тоже мастер-класс на мае про детей. Да? Ну, про детей вот это тоже... Да. Ну, как бы. Это для детей рассказывать или... Потому что... Ну, и для матерей, отдельно, без детей. Потому что дети не должны знать наши секреты. Ага. И отдельно для детей. То есть, и нанесения, и... Ой, давайте. Где-то обязательно выставите, чтобы знать, какого числа туда и... Вот. То есть, вот такой будет момент. И, на самом деле, дети, это наши зеркала абсолютно точно. Как мы привязываемся к вещам, так и они тоже. То есть, они полностью принимают наши отношения. И я все время боялась, что... Так как я вот очень много, да, у нас минимум вещей, то есть, вот, и есть, и мы очень много жительных душ. И я постоянно вот это вот... Сручу, но я боялась, что дочке у меня наоборот, то есть только то, что она будет очень привязана к вещам, потому что мама все выкидывала, то есть. Вот. У меня такое было. У меня мама не очень интересовалась на это или нет. У нас сама распределывается. То есть, это еще важно. Делать границу всегда. Я чувствую, что хорошо. Вот. И из-за этого у меня был очень сильный опресс к вещам. То есть, для меня это было очень-очень важно. То есть, тут очень много всяких нюансов. И мы, конечно, приливаем детям вот это все. Надо не помогать, а просто помогать. Хотела бы как-то... Не ставь свои границы. Нет, ставь свои границы. Ты живешь в новом доме, да, там, до 18-20 лет. Будь в доме. У нас не порядок, как бы. Да. Я вот так, когда говорю, иногда себе думают. Мне кажется, что это неправильно. Потому что какой-то авторитет. Авторитет. Так надо быть авторитетом. Если ты так авторитет. Если ты говоришь то, что ты должен соответствовать тому, что ты говоришь. Если твои родители курят, но ребенку говорят, не кури, ну извините. У меня так же с этими, с дедушками и бабушками все не курят. Я говорю на компонгах. Они хотят, вы них не курите. А я говорю, что вредные нельзя, а вы курите. Ну что тебе делать? Просто действительно, если хочешь, как соответствуй. Если хочешь быть специалистом. И тут первое, что первое, нужно испытать себя, потом уже детей. Дети, кстати, это говорят самые агрессивные потребители. Поэтому часто вот реклама всякая. Часто очень у детей агрессивная. У меня дети не смотрят телевизор. У нас нет телевизора просто дома. Мультики смотрят по ютубу. А у бабушек приходят, и после бабушек сразу. А она знает, что мне нужно? Домик. Я говорю, Тоня, какой это домик? А где ты увидела? Реклама. Я говорю, класс. А вот эта реклама где-то в магазине. О! Вот про это сказали, что это оно. Да, это очень важно. И как бы мы закладываем детям основу для них. И это как бы наша ответственность. И это не просто потому что мы хотим, чтобы у нас было чисто в доме и все. А это мы основные навыки жизни им прививаем. То есть мы это делаем не для себя. Мы делаем для становления их характера. Чтоб ребенок вырос, организованный. Успешные люди, они всегда как бы организованы. Но это даже вопрос. Поэтому если это случится, то мы это делаем реально не для себя. Мы делаем для людей. Вот также если про экологичный образ жизни. То есть у меня тоже с бывшим мужем прям сильные были разногласиями от насчет. Я все равно всегда поддерживаю своего. И здесь у меня это прекрасно. Мы знаем. Мы все понимаем. И сортируем. И про природу. И про природу. Что это значит. Заботиться о природе. И так далее. И все. Тоже как бы. Только на своем примере. И не из каких там. Я буду тут кидать мусор. А ты неси там. И даже если. То есть у нас есть правило. Мы всегда несем мусор. И понятное дело. Что иногда это неудобно. Ну ты блин. Не знаю. Корку от банана там. Или салфетку влажную. Вот миски. Исхали. Где-то выкинуть. Но я понимаю. Что здесь сейчас такие. Ну куда-то кусты. Как я это ребенку-то объясню. Ну кому он. То есть вот такое. То есть мы это все. Только своим примером. А есть ли какой смысл фэн-шу? Или как вообще расставить дома вещи? Приоритеты? Да. Есть много наукностей. На самом деле. Китайских это фэн-шу. Баз-ци. То есть они именно работают с энергией дома. Про. А если говорить про организацию пространства. То есть я не углубляюсь именно в энергию. Я больше смотрю на удобство. Чтобы человек был удобен. Когда приходят в цельс. У меня есть знакомые. По фэн-шу и по баз-ци. Они прямо встают там. Север-вы. То есть определяют положение. Новое помещение. То есть это не мистическое. Это не практическое. И мало пользование. Кто верит. Тот да. Вопрос веры. Да. Вопрос веры. Вопрос веры. Те кто не верит и пробовали. Тоже верят, что есть результат. Но тут нужно понимать. Что наши там. Вот эти вот. Сталинки например. То есть они построенные. Ну я бы не покончу. И все. И человек. Специалист. Он может поставить вам. Кровать посредине комнаты. И скажу. Вот здесь вам будет хорошо спать. А как это. Ну логически. То есть. Все это ладно. Ну логически. Приоритеты расставить. Где что лучше поставить. Какие вот вещи. Смотреть на. Образ жизни. Образ жизни. От того как ты ждешь. То есть ты. Твои. Твоя семья. Твои дети. Если это. Я часто организовываю. Школьникам. Рабочее место. То есть. Мы смотрим на процессы. Которые они проходят. Вот именно. В этом контексте. Да. Где они спят. У них должна быть. Обязательно. Отдельная. Рабочая зона. То есть. Это не должно быть. Не смешание. С игрушками. Не смешание. Где вот спишь. И тут же. Ты там. Учишь. То есть. То есть. Спать и есть в разных местах. Да. Ну. Спать и есть. И учиться. То есть. Хотя бы разные углы. То есть. Хотя бы разные углы комнаты. Вот. То есть. Чисто. Что было удобно. Я всегда. Ну. Говорю. Чтобы. Не расползалось. Хранение. По всей комнате. То есть. Лучше как-то хранение. Организовать в одном месте. И вот. То есть. У одного человека. это в одном месте. Все хранение. Там. Понятно. Учитывая. Что если это. Обучение. То есть. То есть. Все только там. Не может быть такого. Да. То что. Какие-то учебные там. Вещи. Будут. На кухне. То есть. Вот. Всегда. Вот. Вы согласны с рекомендацией. Что. Платье. Долой. А. В гардеробе. Должны быть. Юбки и блузки. Или там. Юбки и брюки. Нет. В смысле. Платьев. Меньше платьев. Нет. Меньше платьев. И больше. Возможности для комбинации. Нет. Я с этим не согласна. Это чисто по. Ну. Как бы. То как человек чувствует. Что он любит носить. То есть. Ну. Я. У меня как-то примуло. Очень много платьев. Потом. У меня есть дети. Это больше брюки. И. Там. Несколько платьев. То есть. В зависимости от образа жизни. Ну. Определенно. Если я там. Какая-нибудь. Кто-то у нас. Голливудская звезда. Какая там. Какая мне разница. Потом же сказал. Это чисто по своему. Вот книгу. По своему образу жизни. В силам огромное. Что пришли. Я думаю. Буду одна. Буду. 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 Волонтер. Если что. Есть. Спасибо. Когда. Что. У. 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 У.